всем привет ребят сейчас хочу вам рассказать комплекс мероприятий по то есть по профилактике железодефицитной анемии там как избежать поносов даже не как избежать а как его лечить потому что как избежать поноса я думаю многие из вас знают что нельзя сразу резко менять корм животным и нельзя чтобы у них был стресс нужно их держать их нужно профилактировать от разных заболеваний но это отдельное видео для разговора сейчас сейчас вот поросятки мне облизывают сапоги это их любимое занятие в общем мне задали вопрос вчера на стриме и сразу после стрима задали примерно такой же вопрос в комментариях и я сейчас хочу немножко объяснить по этому поводу что нужно применять во время опороса и к первому месяцу жизни и в каких-то непонятных сложившихся ситуациях сейчас я дам метлой по морда сам свинкам чтобы они замолкли а мне надо чтобы они помолчали успокоилась успокоилась и ты успокойся успокойся успокоился давай лег и лежи вот как этот дружочек тихо потому что только начинаю разговаривать тихо тихо все я думаю это им немножко поможет смотрите ребят те люди которые вот бывает у меня покупают вьетнамский свинок и говорят я всегда говорю что вьетнамских свинок держать выгодно только в том случае если вы держите свиноматку и убираете на мясо ее выводки то есть свинка поросится два раза в год и пока она опоросится второй раз вы убираете весь первый выводок ну примерно так или пока первый выводок подрастет вы справляетесь то есть второй пока выводок подрастет вы справляетесь с первым arena то есть как-бы свинки у вас где живут где-то 6-7 месяцев вьетнамские, и пока одни растут, вторые уже есть, и свинка суперосна еще раз, как-то так. И часто спрашивают, что нужно, как подготовиться к опоросу, какие препараты нужны, какие мероприятия проводить после опороса. Те, кто давно занимаются, знают, что на самом деле опорос проходит и у больших свинок часто спокойно, но, знаете, в последнее время, после того, как начали скрещивать, выводить разные вот такие гибриды, то часто бывает, что и тазы узкие, и еще что-то, и там не гуляют, ну, это уже опять тоже отклонение от темы. Но если вы держите, например, вьетнамскую свинку, или даже обычную, наборчик стандартный, который вам нужен для опороса, если, например, у свинки слабое сокращение матки, это можно понять, если один поросенок родился, и между первым и вторым поросенком, или вторым и третьим, очень длинный временной промежуток. То есть, по идее, в идеальном состоянии свиноматка должна опороситься примерно за час. Но бывает такое, что между поросятами проходит по часу, то есть, бывает, опорос настолько затягивается, что вы не знаете, что с этим делать, вроде все спокойно, но вот нет сокращения матки, и опорос не происходит. То есть, один поросенок родился, и вы ждете, ждете полчаса, сорок минут. Это ненормально. Для того, чтобы немножко стимулировать родовую деятельность, вам нужен препарат окситоцин. Он недорогой, вот такой. Я думаю, любой производитель подойдет, он недорогой, и он сразу вам спровоцирует, ну, то есть, сокращение, не вам, а свиноматке спровоцирует сокращение мышц, мускулатуры матки, и опорос пойдет немножко интенсивней. Смотрите, ну, то есть, очень внимательно на дозировку, потому что в дозировке указаны единицы, а не миллилитры. Часто мне пишут, и часто говорят, это сколько нужно колоть, 20 кубиков, тут написано 20 единиц. Нет, ребята, 20 единиц, это 2 кубика, потому что этот препарат, вот, в одном миллилитре 10 единиц препарата. Поэтому смотрите, не путайте. Вот, я думаю, видно, окситоцин 10 единиц. На свиноматку от 20 до 40 единиц. Это 2-4 кубика, не путайте, это очень важно. Вы можете свою свиноматку просто убить одним уколом, на самом деле. И... А так, на самом деле, все очень просто. Укололи, и все помогло. Еще часто бывает после опороса у свиноматки галактия. Это когда не вырабатывается молоко. То есть, она не отдает молоко. И, то есть, окситоцин еще очень помогает молокоотделению. То есть, если вы смотрите, что свиноматка опоросилась, у вас даже без укола, ребят, если даже вы ее не кололи. И свинка как бы кормит поросят, а у поросят при этом, ну, то есть, не увеличивается животик, и они, ну, не поправляются. Это ненормально. Вам в срочном порядке нужно ей колоть окситоцин. Если это не вирусное, потому что нужно тоже на все обращать внимание. Окситоцин колется в той же дозировке по инструкции. И он колется для прегалактии где-то один раз каждые 4 часа до того момента, когда свиноматка не начнет сама вырабатывать молоко. То есть, отпускать его. Ну, это вот насчет окситоцина. Как только у вас поросята родились, вам нужно им удалить пупки, то есть, укоротить. Поросята рождаются с пуповиной длиной до полуметра. Это очень длинно. Некоторые говорят, не нужно удалять. Некоторые говорят, нужно удалять. Бывает, свинка наступит на нее, она оторвется прям впритык, брюшку поросенка кровит. Все очень просто. Берете рукой, отжали вот эту пуповину вот так раз, расставили примерно 5, ну, 5 мало, 10-12 сантиметров. Она усохнет, через 2-3 дня отпадет. С этим все просто. Можно это все делать вот такими кусачками. Это кусачки из салона для, то есть, из магазина для салонов красоты. То есть, это вот кусачки для ногтей. Мне они очень нравятся. То есть, можно пуповину удалять ими, но я это делаю рукой. То есть, это очень просто. Этими кусачками я удаляю поросятам зубы. Скусывать зубы нужно сразу после рождения. Особенно в тех ситуациях, когда у свиноматки поросят очень много. То есть, если у свиноматки ваши, например, 10-12 сосков, и она поросилась 14 поросятами, вам нужно незамедлительно удалить поросятам клыки. Клыки удаляются в количестве 8 штук. Два снизу с одной стороны, с другой стороны. И два сверху с одной стороны, с другой стороны. Вы никогда не удалите лишние зубы. Тут вы не переживайте, потому что у поросенка в это время, как только они родились, есть только эти клыки. То есть, открыв рот, увидев с боков зубы, вы их удаляете. Которые увидели, те и удалили. Потому что других у них нет. Потому что часто спрашивают, сколько и какие удалять. Какие видите, те и удаляете. С обоих сторон. Два снизу, два сверху. С другой стороны, два снизу, два сверху. Это все делается вот такими кусачками. Очень просто. На третий день. На третий день вам нужно поставить поросятам железо. Ну, Манюш. Препараты железа есть разные. Есть сразу с витаминами. Есть чистые препараты железа. Для обычных поросят берете, используете хоть тот, хоть тот препарат. Для вьетнамских поросят используете только чистое железо. Потому что у него дозировка поменьше. Вьетнамский поросенок очень манюсенький. С весом до килограмма. Поэтому вам нужно колоть ему минимальную дозу. Биоферон. Это препарат железа. Чистый, без витаминов. Он колется в дозе 1 мл на одну голову. То есть на одного поросенка. Внутримышечно, подкожно. Как вам удобно. В кололи я колю или во внутреннюю часть бедра. Вот сюда, ребятки. Или вот в эту складку. Вот в эту складку. Это складка кожи. Ввели сюда шприц. Укололи. Не будет ни боли у него в ножке. Ни синяка не будет. Ни пятна. Потом, когда вы будете убирать поросенка. Это делается очень легко. Ввели шприц. Дали дозу. Укола. Если вы колете обычных поросят, вы можете купить препарат с витаминами. То есть вот препарат железа суэферон. Их очень много разных названий. У них очень разные дозировки. Бывает 2 кубика. Бывает 4 кубика на голову. У суэферона 5 мл на голову. Обычному поросенку железа с витамином можно. Вьетнамскому на третьи сутки нельзя. Они очень маленькие. И я не советую. Ну вот так. У каждого препарата железа есть своя инструкция. Он колется как минимум дважды. То есть на третьи сутки. И через неделю-10 дней. То есть или на третьи сутки, потом на десятые. Или потом на четырнадцатые. Это уже как вы сами по времени себе решите. Это по поводу железа. Еще сразу на третьи сутки я даю вот такой препарат. Он дорогой. Байкокс. Если вы держите парочку свинок, вам он не обязательный. Но желательный на самом деле. Вот одноразово. Вот с поросятом дозировка. А однократно на третью-пятые сутки жизни в дозе 0,4 миллилитра препарата на 1 килограмм массы тела. Но не меньше полмиллилитра. То есть если вы даете препарат вьетнамцам, они весят на третьи сутки где-то килограмм. То есть вы им даете полмиллилитра. И не больше 2 миллилитра на голову. То есть если вы даете обычным поросятам на пятые сутки, и в них больше 5 килограмм, ну такого не может быть, то вы все равно даете в дозе 2 миллилитра на животное. Вот так. Так что вот такие дела. Это от кокцидиоза. И это эмериоза. Вот так. Потом, ребятки, к месяцу вам нужно проглистовать. Ну в месяц не обязательно. Например, вы покупаете месячного поросенка, вам точно скажут, что его никто не глистовал. Потому что, ну еще рано в этом возрасте. Вы купили поросят, и вам нужно их проглистовать. Первый раз вы глистуете, потому что поросятки еще небольшие. Если вы берете месячного, в нем там где-то 8-12 килограмм, то вам проще его проглистовать порошком, который вы добавите в корм. Вы даете или альбиндозол, или бравдозол, или еще какое-то название. Это вы спрашиваете в аптеке. Там дозировка 1 грамм на 10 килограмм веса. То есть вы взяли 2 поросенка, дали им 2 грамма. Если есть повторно, нужно дать, то даете повторно. Когда ваши поросята наберут вес больше 33 килограмм, я бы вам советовал им от глистов давать вот такой препарат. Это и вермектин. Он дается 1 миллилитр на 33 килограмма внутримышечно. Я даю в область шеи, если поросята уже больше 33 килограмм. И он очень хорошо помогает. У поросят часто бывает чесотка или короста, как кто говорит, или это и одно, и второе. Смотрите, ребят, ой, когда вы смотрите на поросенка, а он чешется, на нем есть небольшие прыщики в области ушей, в области брюшной стенки, на внутренних частях, ну, то есть ножек, то есть мышц, как сказать, с внутренней стороны бедра такие есть покраснения, вулдыри. И это может быть подкожный клещ, саркоптоз, ребят, или чесотка, как кто называет. Этот препарат очень помогает при, ну, то есть при клещу вот этом, по саркоптозе, потому что он блокирует рецепторы, и клещ просто задыхается, он просто умирает. Это очень хороший препарат. Мне часто люди звонят и говорят, что делать, у меня поросенок наполовину красный. Я говорю, это клещ. Приехал людям, уколол вот этот препарат, они мне через недельку позвонили, я приехал, уколол второй раз, и они мне через недельку позвонили и сказали спасибо, свинки стали светлые, все прошло отлично. Часто во время отлучки поросят, поросята начинают поносить. Такое бывает у меня тоже, я вам это показывал, я ничего не скрываю, что происходит у меня на хозяйстве. И при поносе можно уколоть вот такой препарат, энрофлоксин 5. Это тот, который я колол. Можно уколоть вот такой препарат, амоксицелин 15%. У него есть своя инструкция, здесь тоже 1 мл на 20 кг, как энрофлоксин тоже 1 мл на 20 кг. Но при лечении можно колоть 1 мл на 10 кг. Этот препарат и тот препарат, этот препарат колется однократно, то есть 1 раз в день, 3 дня подряд. Этот препарат колется 1 раз через 48 часов, это пролонгировано в действии. Ну на самом деле вам весь вот этот ВЭС, вот этот пакет лекарств одновременно покупать не нужно и хранить. Некоторые препараты очень, ну достаточно дороговастенько стоят, поэтому не обязательно это все покупать. Поэтому это для того, чтобы вы знали, если что-то случится, чтобы хотя бы вот это минимальное знание вы уже знали и шли в аптеку, и хотя бы примерно понимали, что в ВЭТ аптеку, ребят, понимали, что вам нужно купить. Есть еще вот такой препарат от глистов, от паразитов, это левомизол. Он колется в дозе 0,75 миллилитров, как показать, на 10 килограмм массы тела. Это тот препарат, которым я глистую свою птицу, он дается 1 миллилитр на 250 миллилитров питьевой воды, ну то есть выпаивается птица по инструкции. Вот так. Часто пишут, пишут, ну то есть спрашивают, мои поросятки не растут, что делать, ребят? Первым делом очень важно кормление, то есть возможно вы их плохо кормите или неправильно, они у вас не растут. Но если, например, вы держите в одном загончике двух поросят, а один растет, а второй нет, то это уже, конечно, не от кормления зависит. Это, возможно, ему посадили печень разными там уколами, потому что препарат от глистов очень, ну, сильно влияет на печень. Это я вам сейчас про вермектин говорю, вот про этот препарат. Но если вы покупали месячных поросят, они вам его, их уже прокололи вот эти, вот это, конечно, нехорошо. Но, например, вы смотрите, что порсенок хорошо кушает, а не растет, например, какие-то проблемы с обменом веществ, то вам поможет катазал. Катазал – это регулятор обмена веществ. Вот такой препарат. Это аналог, можно было купить катазал, его не было, я купил катазал. Это производитель другой, а состав препарата тот же. То есть регулятор обмена веществ. Когда вы колите этот препарат своим животным, у них улучшается обмен веществ, а это означает, что они начнут немножко лучше расти. Вот смотрите, вот этот поросенок и вот этот поросенок, которые слабенькие, они немножко подрастут, я им тоже катазальщика уколю. Сейчас они немножко крепнут, ну, я имею в виду, набираются силы, аппетит у них хороший, они уже не так сильно хромают и кушают отлично. В общем, что еще хочу добавить. Если вы будете колоть им вот такой антибиотик, суспензию, это амоксицелин, который я говорил, суспензия подразумевает под собой такую жидкую, ну, не скажу, что прям кашицу, но густую жидкость. Она выпадает, он выпадает в осадок, вот видите, как показать, вот на дне такая бляшка самого препарата и жидкость, которая вот находится. Перед применением очень интенсивно взболтать и такой препарат очень плохо идет через обычную иглу, то есть через обычный шприц. В ветаптике продаются отдельно вот такие иглы, очень толстые, и вот такой иглой очень легко набрать препарат и вколоть животному, потому что обычно иглой вы будете набирать полчаса и полчаса будете вводить, а это нехорошо. Берете вот такую иглу, продается в ветаптике, стоит вроде гривну 50, совершенно недолго. Я думаю, что можно потратить. Конечно, такой иглой свинье немножко больнее, но вам немножко полегче. Вот так. Не знаю, ребят, что можно еще добавить к этому, но это я вам рассказал такое для сельского жителя самое простое. Есть, конечно, вакцинации на комплексах, которые проводят в определенные сроки, но в домашних условиях я вам гарантирую, что никто ничего другого, кроме того, что сказал я, не делает. Если вы пойдете на какой-то комплекс, там, конечно, будут и свиноматки привитые от разных заболеваний, поэтому там с этим все строже. А в домашних условиях вот этот тот основной пакет лекарств, который вам нужен. Все, поросятки, вы уже сгрызли мне все сапоги. Как будто вкуснее этих сапог ничего нету, как вот эти грызунцы, да? Вот так, ребят, если кто-то что-то не понял, пишите в комментарии, по возможности отвечаю. Ну, а пока вроде сказал все, все, что хотел. Ну, вот такие вот дела, ребят. Все, всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.